Всем привет! Вы на канале Magic Zoo. Сегодня мы подготовим аквариум для испанского тритона. Для оформления будем использовать натуральные природные камни, живые растения и корень мангры. Продолжение следует... По-моему, получилось неплохо. Посмотрим, понравится ли тритончику его новый дом. Испанский или иглистый тритон относится к семейству саламандровых. Этот тритон вырастает до 30 см. И наш аквариум подойдет для него только на первое время. Потом его придется пересадить в аквариум побольше. В природе тритоны обитают в тихих прохладных водоемах Испании, Португалии и Марокко. Кожа тритона покрыта бугорками и пронизана тонкими капиллярами, с помощью которых кровь обогащается кислородом прямо из воды. То есть они могут дышать кожей. Это позволяет не всплывать лишний раз на поверхность за воздухом. По мере загрязнения тритоны сбрасывают верхний слой кожи. Это называется линькой. Кстати, во время линьки тритон съедает свою старую кожу. Когда-нибудь нам удастся заснять этот процесс, и мы вам его обязательно покажем. Наш тритончик оказался ужасно стеснительным. Он все время пытается куда-то залезть и спрятаться. И куда ты собрался? Я ведь тебя снимаю. Вернись обратно. Эта картина называется Найди одного вредного тритона. Ну молодец! Теперь нам тебя совсем не видно. Давай вылезай, мы тебя покормим. Смотри, здесь вкусняшки. Вот так-то лучше. Ну вот, наелся. И теперь так мило улыбается. Но не обольщайтесь. Эта милая мордашка запросто может съесть ваших гупешек. А здесь он на жабочку похож. Ну правда ведь? Через пару часов наш тритоша полностью освоился. И даже на камни начал выбираться. Хочу рассказать еще об одной интересной особенности. Тритоны способны регенерировать конечности. То есть, если он случайно повредит лапу, или ему ее кто-то откусит, то через некоторое время она отрастет снова. Только, пожалуйста, не отрывайте лапы бедным тритончикам. А вы хотели бы завести себе такого питомца? Напишите в комментариях. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Ставьте лайк, делитесь с друзьями. И подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!